большое спасибо руслан что принял наше приглашение ты открыл в городе один из первых а может быть и первый кофе бас и хотелось бы узнать как зародилась эта идея кофейня сама не первая была уже до этого стояли пять машин формат именно такой да был первый и формат именно кофе бас на вот в такой машины автобус закрытой на то что бариста внутри работник стоит и а идея как пришла денег не было просто и ходил смотрел по проспекту ходил и думал что делать мы кстати с другом ходили и у него не было работы тогда вообще вот прям 50 рублей в кармане не было сейчас не миллионы тем не менее и я посмотрел на этот формат который вот с багажника каблуки их называют кофе-машины и подумал надо вообще когда подходишь какому-то делу конкретно если это бизнес то нужно посмотреть что уже на рынке есть и как сделать то что есть лучше вот допустим барбершоп до конкретно здесь дизайн крутой людей это сильно будет подкупать вот и подумал как можно сделать лучше начал смотреть все максимально просто ничего изобретать не надо автокофейне в google и вводишь и смотришь форматы разные какие варианты у тебя есть вот я потом поехал к другу и говорю ему давай вот это сделаем это сто процентов пойдет он продал машину я продал мотоцикл мы положили по 200 тысяч и построили этот фургон за за месяц где-то то есть один из способов начать дело это посмотреть то что есть немного доработать и сделать это немного лучше чем тот же шиномонтаж который да по городу очень много просто одеваешь своих сотрудников фирменную форму чтобы не всегда были чистый специально там разрабатываешь к это приложение тоже совета ну как вариант я думаю это будет я записал уже шаурма там шиномонтаж барбершоп кофе это анализ какой-то проводился или просто поверил в кофе у каждого человека же бывает какая-то уверенность жизни вот в чем-то одном вот в этом он уверен сто процентов в каком-то вот деле и все вот я конкретно в этом был на сто процентов уверен как будто прочувствовал публика аудиторию что это им будет интересно переворчить очередь а себя оставил на место гуляя по улицам увидев такой формат вообще да мы его видели до этого но в москве там парке горького по моему стояло несколько фургонов но в основном это америка оттуда европа америка фургон и конечно человеку будет на перевоз увидел в москве подобное не я утраков до этого вообще нигде не сидела сейчас именно формат такой а так в google и загуглил и посмотрел как вот такой вариант нас устраивает нашли на авито фургон поехали в ростов пригнали его и купили купили без скромности можно сказать что ты основоположник такого формата да но это все равно рано или поздно произошло бы не я так кто-то другой бы это сделал конечно основоположником себя считать но это первый кофе-бас именно такого формата у нас городе много пускала будет основоположник что-то на звучал ну такие истории логиков но вот сам процесс реализации идеи то есть какими трудностями сталкивались и были моменты когда ты хотел оставить эту идею не идут по сути же ничего там глобального не надо было делать да там это не торговый центр от строителей еще что-то просто интерес двигало когда тобой движет интерес в любом деле в спорте там неважно то ты вообще у тебя никаких трудностей не бывает и ты на них внимание не обращаешь просто встаешь делаешь все тем более мы его строили три недели и ну да там в минуса в холода просто уже именно сейчас я поленюсь это делать потому что я к сожалению не тот что был раньше да ну вообще то что он сказал делали это интересный момент потому что бывает когда ты анализируешь собираешь информацию думаешь и уже там сам сомнения уходишь а если человек который вот просто ну как ты поверил он просто делает и добивается успеха может быть кто-то какой-то талантливый человек есть но он из-за того что слишком сильно ну анализирует думает там какие трудности будет наоборот от этого но может не пойти вообще другой опыт бизнеса старта бизнеса но я для дачи у меня вообще изначально в голове была такая установка что я до этого работал в там в торговом центре мелкобытовую технику продавал в арктике там все было хорошо отлично ну и зарплаты на тот момент были хорошие меня все устраивало потом в ламаде работал вещи развозил в один момент поймал себя на мысли что не хочу работать вот так вот каждый день вставать там хотя там тоже самое было я каждый день вставал но я себе работу не то что мне там неприятно на кого-то работать из-за какой-то иерархии до что у меня там начальники просто вот я чувствовал что не хочется вот выполнять эту работу а так я добросовестно все работал все устраивал и вот эти вот мысли я каждый день приходил на работу как там людей консультировал по мелкобытовой технике и я ходил и думал блин как сделать так чтобы вот не работать и вот свое дело какое-то сделать также интереснее жизнь прожить ну не для всех кто-то рожден работать вот кому-то всю жизнь нравится барбером работает да ну это вообще неплохо ну так сложилось что я не могу вот куда-то устроиться каждый день с 8 до 9 ходить на работу монотонию у тебя получается есть понятие работать на кого-то то есть вот допустим твои люди которые работают у тебя в кофейне то есть ты считаешь что они в первую очередь работают на тебя либо они все-таки работают первую очередь для себя конечно для себя но не я имел ввиду что тебе не нравятся ранки которые ну да так не интересно ну для меня лично каждый день вставать и выполнять монотонную работу и то же самое там фургоне когда я работал первое время сам два года я не могу сказать что я прям каждый день выходил с удовольствием на работу такого такое ты в любом случае выгораешь твое это дело не твое ты рано или поздно выгоришь на втором месте наверное уже было тяжело вставать идти на второй месяц не прям еще с энтузиазмом это наверно благодаря общению с людьми каждый да 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 ты думаешь блин завтра уже спустя год вставать 8 7 часов утра ехать туда но подогревала то что сейчас придут люди интересные с ними можно будет побеседовать это вот самая главная фишка кофейн это вот люди общение то есть вы открыли первый кофе-бас городе но не масштабировали свой бизнес то есть по какой причине в принципе для входа в эту нишу для открытия точки не такие большие деньги нужны то есть что вас останавливало конкретно в нашем случае с напальником это возможно моя ошибка была то что я вообще мне было очень сложно передать свою работу наемному сотруднику когда я там там стоял два года и уже думал блин надо ставить вместо себя сотрудника мне это тяжело давалось потому что как блин ко мне вот гости которые приходили и сейчас они придут и там будет другой человек то есть делегировать полномочия мне было очень сложно и по сей день не сложно и я по сей день переживаю что не без этого конечно что там кому-то могут нагрубить или еще что-то это неизбежно то что два года проработала все это уже многом говорит то есть как правило многие в принципе не работают сами то есть многие открывают точки сами работают сразу делегируется с обязанности то есть у тебя такой подход очень ощепетильный ты то есть в плане своей работы подхода к делу почему ты не смог отдать там раньше наверно да из-за этого из-за ответственности когда ты столько энергии вкладываешь и это уже как бы твое родное и тебе тяжело это отдать кому-то вот прям очень тяжело отдавалось я первые две недели когда там сотрудник стоял только об этом у меня вот в голове мысли были ну в этом плане вот я как человек я в кофе не разбираюсь мне почему нравится покупать в авеню просто там вот атмосфера приятно вот вы вам это удалось сделать что там прикольно постоять просто например а насчет как бы энтузиазма и опять же если кто-то что-то будет открывать до какой-то бизнес есть какие-то уже схемы до рабочие там вложить вот столько денег грубо говоря открыть барби-шоп и он будет работать но если ты хочешь что-то новое прикольно ты в любом случае должен в это поверить и поверить искренне и у меня было как вот с моим напарником я на момент открытия я даже себестоимость стаканчика не знал то есть я его продал первые две недели я не знал сколько я зарабатываю с него потому что мне это было неинтересно я не говорю что это правильно и так должно быть у всех но у меня конкретно было так меня прежде всего интересовало чтобы от нас уходили довольные гости ну вот все и только спустя там две недели мы сидим и там сколько типа выручка вот столько-столько это чего получается мы по 30 тысяч месяц будем зарабатывать типа как классно ничего не надо делать работы открывались напарником но работал только ты не он тоже работал ту же работу веры в первый год он доработал потом он захотел делегировать и я начал искать сотрудник то есть вдвоем работали до первого на два через два вот сейчас допустим что ты считаешь благодаря чему вот ваши камены кофейня сейчас процветает то есть что ты считаешь залогом успеха вашей кофейне ну самое главное вообще да и не только в кофейне это сервис но я не говорю об официозе там вот наш вот это все чтобы лоск был просто общение ты с человеком должен очень вежливо общаться и это не в целях корыстно до каких-то что ты ждешь от него потом выгоду какую-то искренне к тебе грубо говоря домой пришли гости и тебе их надо хорошо рассадить что все у них хорошо было и кофе не горячий не горячий да кстати это очень интересный вопрос насчет масштабирования есть мысли ну понятно что когда-то этот этап пройден вторую точку вот сейчас есть такие мысли ну типа или это пройденный этап есть мысли как бы думаю ищу помещение если у кого-то и будут предложения буду рады ссылка появится возле ну я вообще такой человек что допустим если бизнес то это не его не должно быть много прям да у тебя какой-то бренд тебя не должно быть много мне это не нравится сетевым сетевой такой момент сетевиком стать мне у меня мне больше нравится это две-три точки максимум вот на наш город и чтоб там все было вот хорошо душевные да да все и душой чтобы сделано вот ритм при максимум максимум и чтоб там был и сервисы обслуживания хорошие то есть если у тебя будет если ты сетевик больше вариантов что будет будут проблемы с обслуживанием с обслуживанием качеством это как старбаксу макдональдс опыт то есть вы сейчас планируете грубо говоря легализоваться да то есть чтобы это не кофе но не бас было именно помещение как из помещения уже с уличный формат уже все но у нас и город перенасыщенный это уже не интересно и этим уже не удивишь мне хочется просто создать какой-то какую-то уютную локацию и все и никто не переставит да вот эту тему тоже не можем пройти мимо то есть вас попросили вообще как я понял все кофейни в центре до всей кофейни среди переставить попросили переставить ты можешь рассказать с чего вообще все это началось почему решили перенести кофейни ну как мне показалось не то что показалось информация дошла то что наш глава гулял по городу обратил внимание на то что кофейни какие-то стоят под знаком хотя до этого разрешения были выданы всеми проверенной прокуратурой надлежащими органами и закона выданы но потом это почему-то стало незаконным и ну не то чтобы незаконным я так понимаю не просто хотели конкретно проспект мира до центр города почистить от торговых объектов чтобы перспектива была просматриваемость чтобы простор был ну и мне кажется этим это основополагающая момент нас подвинулись чуть ниже опираясь на то что к нам приезжают машины и за нас затор на горького что тоже мне кажется не очень логично ну альтернатива каждому была предложена альтернатива на встрече с мэром и кого-то она не очень устроила кого-то может быть устроила но вряд ли думаю что всех устраивает когда ты работаешь пять лет на одном месте тебя передвинули куда-то прям вниз не очень приятно как прошла встреча с мэром что обсуждали к чему пришли в итоге пришли к тому что каждому будет предложена альтернатива никого не закрывают вот вот то что там прям закрыть это паблики подхватили там все кофей не закрывают была предложена альтернатива да еще говорили про кредиты то что администрация или администрация да если правильно то есть да поможет с задолженностями то есть какие-то бренды до взяли на себя такие обязательства да там что-то в кредит взяли и тут раз какой-то из двух-трех объектов нам этого бренда их передвинули соответственно это сильно повлияло на продажи и исходя из этого администрации но этот вопрос был озвучен что там мы взяли кредиты и грубо говоря ты нам опять же к слову о стабильности да ты не можешь там взять эту сумму и быть быть уверенным что завтра ты и выплатишь тебя могут просто передвинуть нам да они 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 предложили какую-то альтернативу но я никаких кредитов не брал ничего никогда в жизни вообще не люблю это дело не рассрочки не кредита и им была предложена какая-то помощь но я думаю она им не интересна и первую очередь интересно вернуться на свое прежнее место ну или хотя бы найти какую-то альтернативу чтобы она устраивала я администрацию там и соседей и тебя самого вы пробовали допустим там собрать подписи или еще что то то есть я думаю желающих очень много будет поддержать вас и очень много репоста было в инстаграме все поддерживали кофейню очень много людей писали об этом то есть да это те самые редкие моменты когда комментарии были именно в пользу одной стороны это очень редко бывает и прям приятно было в обратно встать ну будем пробовать как-нибудь не знаю ну потому что по факту я не чувствую за собой у меня нет ощущения что я кому-то могу там мешать реально если у меня этого ощущения нет и меня просто безосновательно раз нам куда-то иди вниз он туда вот и 5 лет здесь работал вниз спускать там работы почему просто просто причину ну приезжают ко мне кофейни там твоей кофейник автомобили до гости наш почему я должен выходить их там парковать это же не моя работа штрафовать их за неправильную парковку ну и на тем более наши гости всегда хорошо становятся паркуются ну и вот это мне непонятно если вы было с там причин да какая то вот поэтому ты мешаешь без проблем я уеду вообще ну а вот мы ее даже закрывали на пять дней ситуация нам никак не не улучшилась нам ситуация улучшается только тогда когда кто-то из чиновников нац-музей приезжает идеальная улица становится никто нигде не паркуется но сейчас начали машины эвакуировать там реально проблемный участок прям очень самый наверное проблемный в городе это вот нам как повлияло на работу то есть мина локации и как начали реагировать на это клиенты то есть что они говорят но это как знаешь такой пример приведу примитивнейший вот стоит улей с пчелами да уже работает многое время там на одном месте и ты его переставишь на самом деле так ты его переставишь на пять метров в другую сторону у пчел дезориентации уже и в данном случае люди они просто им не охота в не спускаться туда и вообще не то ну спустя пять лет ты переезжаешь куда-то знаешь как ребенок там живет все детство в одном доме а потом переезжать другой как-то какой-то дискомфорт ощущает мы вот с другом гуляли сегодня там и я заметил что атмосфера как-то другая другая уже людей не это там все сидели проходе себя знакомого на старом месте ощущается пустота очень привычно говорим блин как без вас здесь плохо что-то не то совсем я сам по инерции заезжаю и налево поворачивает голове играет грустная музыка когда я почувствовал да свою вот значимость в работе типа мы открылись у нас самое приятное что было наблюдать это приходили люди знакомились абсолютно до этого незнакомые друг другу и начинали дружить и самое приятное что мне было это когда парень с девушкой познакомились у нас года три назад начали общаться по итогу свадьба и ребенок я в этот момент сижу и чувствую свою значимость в этой жизни блин как приятно что мы там вот это вот все сделали все остальное уже неважно становится ты приезжаешь молча смотришь на гостей там пять-шесть человек сидит они до этого не были знакомы друг другом и ты смотришь и блин прикольно получились там коллективы да какие-то каждый вечер приходят общаются прошу кофе в первую очередь это общение тусовка ну там пусть у тебя будет даже по вкусу среднем но будет атмосфера к тебе все равно будут ходить ты еще эту историю рассказала и я так в очереди собаку купил у нас там да там женщина в очереди стелла сама одну мы с ней познакомились она оказывается собак разводила и от ну не собаку брать и вообще есть ты можешь дать определение бизнесу и как вот это дело повлило на твою жизнь первый год я работал прям вообще мои лучшие года могу признаться в этом это васи 2016 17 ну и половина восемнадцатого я вы в это время прям вот активно работал все туда-сюда поехать это сделать это прям самый продуктивный самое продуктивное мое время на этом отрезке коротком и потом раз и как-то вот чуть под успокоился почему-то а бизнес как определение ну для меня это в первую очередь вообще и в идеале человек должен построить свою жизнь ну не у всех не всем это не то что дано не все для этого рождены там и это не что-то выше того что там сейчас человек где-то работает каждый день по графику и решили этот 52 ну в первую очередь это ничего не делайте зарабатывать деньги вот так надо свою жизнь как-то наладить чтобы совсем ничего не получится делать имеется ввиду в буквальном смысле чтобы ты меньше физически работал больше от этого получал а ты для себя открыл что-нибудь новое например если работал ты бы это никогда для себя не открыл увеличения хобби кит из-за того что время высвободилось далее до этого как бы и на велоси гонял прям с детства но с 12 нам с 13 лет на велике катался прыгал экстрим но я не был типа неформалом я не был татуировал обычно же у всех представления бывает там скейтер бмксер какой-то неформал пойдем телефон у него заберем ты сказал о своих лучших годах то есть что поменялось то есть почему ты назвал именно эти годы лучше потому что в том сознании изменилось я тогда голодный был вот как хоть это и заезженная фраза но она прям очень актуальна навсегда по оставайтесь голодным всегда и вот не получилось я не к тому что я там заработала большие деньги или еще что-то я над на волге катаюсь с мотором бмд ну все равно и как бы просто на кармане что-то появилось да и все то есть тебе достаточно и моему эгу достаточно оказалось к сожалению поэтому надо вот это вот борьба у меня но это же тебя искусственно получается то есть ну вот момент с кофе ты голодный был загорелся и пошло а вот чтоб чем-то новым там ты искусственно если там больше не материально до голоде не был но я поэтому говорю что ты сказал что деньги в первое выручку не считали то есть это не основная цель просто хотелось что-то новое да а вот час получается это как-то искусственно получен у кого-то мотивируешь но может где-то надо вдохновение какое-то вдохновение вот этой мотивации нет может жениться на это не рекомендует это тоже работает типа ты выходишь из зоны комфорта да у тебя появляется своя семья надо соответственно удваивать заработок и вперед идти дальше пока что ты не хочешь выходить из этой зоны комфорта хочу конечно как не хочу я заложник посоветуйте психологи да это не это все на самом деле да вот так если со стороны посмотреть блин вот типа могут люди сказать вот сидит и вот жалуется то что то не может что-то сделать и у нас вообще в принципе много людей так типа чё ты сидишь на диване давай сделай а у некоторых бывают случай тяжелые прям в плане психики то есть с ними надо работать в первую очередь там психологически общаться как-то выводить их выводить из их из этой ямы у меня вот друзья знакомые есть которые что-то вот хотят но не могут а ты видишь что они могут им надо просто один шаг сделать и просто ему посоветовать что ты сидишь на диване давай делай вставай вперед типа газуй не всегда работает надо общаться с человеком выводить его из этой там яма депрессивно или что-то вот ну голове же очень много заморочить очень глубоко если копнуть конечно да то есть есть такие общие мотивационные какие-то фразы и слова поэтому каждого своя жизнь психологи я сам лично не готовый час прийти к человеку и начинать о своих каких-то проблемах рассказывать поэтому но мы к этому еще не пришли я думаю ты можешь сделать это здесь может ты кстати давно не путешествовал я так не прям твой фанат чтобы следить но мне кажется может этого не хватает вообще вот выезжать дату не твой фанат но вот просто stories и когда листаешься просто знаешь о человеке все в инстаграм где он чего он а так выезды очень сильно помогают где-то я слышал в каком-то интервью что проблема россиян в том что типа 60 или 70 процентов проживают всю жизнь вот на территории россии и не выезжают никуда поэтому они такие замкнутые когда человек выезжает куда-то за границу да где объективно чуть лучше чем вместе где они живут да просто обстановку сменить на море там или еще что то то он разгружается сильно это я по себе заметил когда даже те же вылазки в горы ты приезжаешь свежим человеком и вот этот свежести те хватает там две недели ты был за границей и приезжаешь этой свежести те хватает на неделю потом ты опять возвращаешься в прежнее русло и вот эту первую неделю надо опять же заставлять себя и как-то продуктивно проводить какие-то дела делать туда-сюда расскажи про поиску сша то есть твои первые впечатления я почему-то думал что как раз таки идея с кофе басом пришла именно оттуда были такие мысли но какие впечатления от поездки и что ты для себя вынес как это повлияло на твою жизнь тоже но самым таким отправным пунктом вообще в принципе что я заметил за этой поездке это время это 2011 год 21 год мне соответственно самый такой переломный момент в плане взросления да вот можно сказать я там повзрослел ощутил это на себе в 21 год потому что я захожу в магазин и понимаю что мне сейчас надо не маме купить там не папа там купить но в основном а мы это делать не надо купить зубную щетку полотенце нам ушли и пахачки вот все эти моменты а я до этого никогда не покупала вообще они так всегда бывают мне это прям сильно запомнилось я стою вот так смотрю на прилавок и они вот до сих пор у меня в голове сейчас там эти шампуни все делают полотенце да я вот задумался блин вот этот момент типа поздравляю вы чуть повзрослели более самостоятельным стал вот этим прям сильно запомнилось но оба самой америке там я приехал работал газонокосильщиком вкратце расскажу нью-йорк прям не центра стоит на island это внизу островок спальный район нью-йорка считается но он большой устроился газонокосильщиком это там считается такая черная работа и мексиканцы в основном это делают владеют итальянцы конторы у них там а мексиканцы чернорабочие делают у меня это устраивало прям рядом с домом и 1 сетей до на зарплаты мы приезжали на объекты представь все же привыкли там эти американцы видеть мексов тут я пару раз видел спрашивали типа что за тип моего начальника это грейдот из россии студент приехал я такой хала да и проработал три месяца там черная работа прям тяжелая была в жару там в 36 градусов в день ты 20 домов объезжаешь и вот как фильмах бывают при домовой участок небольшой с газоном приезжаешь там пока силов обратно закинул и 20 домов в день и уставал прям сильно но тогда вообще не было возможности не жаловаться ничего у меня наоборот на удивление тогда я думал еще на а второй работе именно чтобы деньги заработать на у меня все руки покоцанные были в колючках там в кусты иногда надо было залезть прям загорелая сильно исхудал сильно но что-то другое было в голове однозначно заработать получилось что-нибудь осталось после поездки 50 долларов я привез мне мама дала деньги на маме спасибо да мама дала деньги на америку ну я и потом вернул как бы чисто так по-человечески до чтобы не чувствовать за собой там что-то какое такое ощущение чтобы снять себя до заработать ну если бы я там остался еще хотя бы чуть-чуть да а то что я заплатил за программу до деньги обратно заработать даже больше 3000 долларов с полом они должны этой программы вот не очень сложно очень сложно j1 виза была до work and travel студенческая поездка прям очень запомнилась и она для меня прям в отдельный какой-то ты же такой перелом на этой жизни да ну ты попадаешь вообще в другое в другой мир я иногда думаю блин зачем я поехал туда то есть ты увидел что-то лучшее да там в плане качество жизни инфраструктура все вот желание что и делал а желание вернуться было да я ну спустя может сколько времени вернуться именно по стоянку а так время провести на месяца два поехать отдохнуть а также городе у нас прикольно городе то есть желание переезжать нету варианты какие-то рассматриваю но мне очень нравится у нас городе у нас шикарные горы просто воздух шикарный и многие вообще этого не ценят гуляя по владику это в основном мал молодежь сейчас знаешь поколение владик отстой предки отстой такие хотят убежать мы хотим другой жизнь но это их правда но я думаю это все возрастное на самом деле мы живем именно географически в крутом месте мне кажется надо не уезжать убегать а наоборот здесь создавать чтобы но условия сейчас все идет к тому что люди уезжают к сожалению потому что опять же телефон ты открываешь инстаграм и вся вот это молодое поколение там до 17 от 16 пусть будет до 20 может четырех они листают и там только красивая жизнь девушки вот эти все там машины и это все впитывается в я я бы сам возможно быть мне 17 лет и у меня был на тот момент телефон с инстаграмом возможно бы меня и меня это затянуло это настолько опасная вещь что в то же время ты наверно заметил что очень большой поток туристов вы очень часто с ними общаетесь думаю то есть наоборот сюда тянутся есть те кто переезжали уже очень много мне мне больше близка жизнь не там в большом мегаполисе неважно пусть это будет за границей или где но чтобы город был небольшой комфортно это как и все в принципе там звезды живут всякий голливудский да там в небольших городишках на ибице гадим у меня начальник был итальянец в америке у которого была контора вот по лендскейпинг это называется дизайн-ландшафт и у него он там сколько 40 лет живет или 45 ну прям очень долгое время у него поварки были водосинского мужика человек всю жизнь живет в америке считать с детства и вот абсолютно ничего американского вот вообще я думал как я сейчас разговаривать это же вообще из другой культуры человек оказался мужик с хазара вот который тебя может заставить котел помыть вот это все сделать и мы доходило до того что мы ехали с ним он за рулем ему сколько 65 лет было он курил 4 пачки мальборо красных в день 4 пачки я к ним я ему самых покупал нам вот настолько ему до себя было пофиг его доходило до того что он едет за рулем я здесь с утра вот такой вот сонный еще нам едем косить эти газончики и какой-нибудь фрик идет там нас какой-нибудь шевелюра или какие-то китайцы страны когда этот фрик проходил не фрик у него просто на пастинских уделяк длинный кучерявый и он короче выглянул и на английском ему говорит посмотри говорит на эту лошадь типа руслан хочешь играть на лошади покататься свой дочери они же вообще без разницы чего он там говорит он китайцы проходит он нам что-то на китайском не 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 вот подкалывал прям сильно да и у меня прям с ним за три месяца такая наш какая-то связь наладилась на мне 21 год у него там три сына все своими делами заняты но видно что он одинокий какой-то мужик у него жена прям была такая знаешь как реально в астинскую семью кому-то просто не обязательно астинскую почему астинскую горю нам это ближе до гостеприимно и она мне говорила типа а зачем ты уезжаешь и останься здесь все время как я к ним домой не приду она нам на стол все вот это вот ну прям очень приятно было хотя ты думал блин ты далеко от дома и такого ты нигде уже больше не увидишь они вот такие вот люди хорошие да и вот настолько у меня с ним связь какая-то выработалась что когда я уезжал он меня прям просил остаться я для тебя повыше не будешь уже типа газоны косить будешь вот пока что этот фургон водителем и больше платить соответственно буду не уезжай не уезжай я в моменте посмотрел у него там прям знаешь глаза такие налились красные стали и когда я уезжал он прям всплакнул но он пытался это не показывать и мне так были как-то не знаю душевно стало но я вот только в этот момент понял что свои два за свои 21 год что этот мужик там реально одиноки или что несмотря на то что они там трясы вы связь поддерживаете как нибудь на а там момент история такая что было что он во дворе выращивал перец вот чили и короче все кушали всегда без перца он всегда с перцем я тоже халапей не всегда любой прям пищи у меня с перцем и я приезжал домой и отрывал от этого дерева перчики одну спросил его могу я пользоваться он горит да и я там по ходу пол дерева сорвался недель и он меня уже начал подкалывать опять же вот в этом остинском стиле типа ты грудь моего с перец съел куда ты говорится сколько можно есть для раки он уже имеет а в голове как-то засела приезжаю в осетию обратно иду на базар через сколько это было через два месяца иду на базар покупаю вот перец на нитке как они бывают завязаны иду на почту россии заворачиваешь все это в конверт и на его адрес конверт с перцем отправлять это очень смешно было и еще через месяц мне звонок я смотрю номер какой-то ну думаю точно что-то не то поднимаю телефон молчание молчание и на английском у меня спрашивает своим у него у него такой голос был монотонный довольно таки не эмоциональный человек был и он мне говорит на английском почему горит острый перец сладкий типа вай хат пепель сует и я такой угорать начинаю как ребенок просто от стеснения да и я говорю у нас 3 типа ха 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 там что-то пытаюсь еще есть ты вообще английский забываешь когда уезжаешь и в другой среде начинаешь на русском разговаривать и у меня минута ушла на то чтобы я включился обратно в язык ну и вот так вот поболтали спасибо но он говорит сладкий а я его проверил прям на базаре он очень острым сладкий а по сейчас уже вот спустя сколько девять лет уже прошло десять я не могу его никак найти я хотел я я даже думал поехать адресе я его помню писать спустя 10 лет это я думаю приятная встреча была но на этот выпуск посмотрит и сам тебя найдет тогда было 65 лет он уже довольно таки плохо тогда в плане кашлял дышал тяжело уже но был прям подвижный мужики аж горю как мнение у каждого кто побывал в америке есть история про афроамериканцев у каждого вот мы там в черный район зашли он там короче он к нам выше вы давайте деньги вы ему нет мы там что-то подрались ну вот классические истории из америки нас тоже похожая была но она не прям мне ничего такого нет а мы девочки забрали сумку ударили по голове вот так представь мы подходим к дому она там в нашем доме жила в комнату снимала и она вот так идет красным лицом и плачет у меня горит мальчишки сумку забрали убежали мы такие типа кто учу побежали с ними нам с окна там сосед показывает вон туда он туда не побежать мы добегаем до угла потом третий второй сосед говорит вот здесь они друг на друга знаешь как стучат прям на 1 2 вот сюда мы подбегаем к дому они горят здесь там с указателями дальше 3 подсказка он они горят здесь я вот так смотрю как фильмах там жалюзи вот так раздвигаются ну думаю витя там под пацан вдруг был со мной давай говорю вот сюда за лестницу зайдем чтобы нам сейчас ничего не было и в этот момент 10 чарджеров полицейских на улицу заезжает я столько в полиции палец полицейских никогда не видел 10 машин там 1112 улицу перекрыла вот так и там такой шорох был просто все так уже стемнело в мигалках собаки вот это все как в фильмах я говорю доставай телефон сейчас снимем фильм и в итоге пацан быстро расширю пацана вывели она их опознала мы поехали в полицейских часто это кто вызвал полицию в итоге это все соседа девушка она пошла домой плакать дальше а мы побежали за пацанами этими и там вывели 16-летних таких переростков они же такие 11 16 лет пацаны да просто сумку не отобрали это мы жили последние две недели в атлантик сити это как маленький лас-вегас какие качества ты ценишь в людях но учитывая то что я не совсем ответственный дает счета могу просто по запарке там забыть но это ответственность первое когда ты человеку что-то просишь сделать и вот это делает ответственность но это все элементарно дата как еще ответить на этот вопрос ответственность честность все еще человек ну допустим возьмем в пример тебе приходится опять же искать людей для кофейне кофебаса каким основным критерием ты на принимаешь людей и какие критерии из-за которых ты категорически не примешь человека самое важное это стрессоустойчивость чтобы человек был доброжелательным прям искренне они маска на нем было потому что люди всегда фальшь чувствуют ты вот зайдешь магнит нам или куда-нибудь и тебе на кассе это девочка бедная которые там копейки до получают желает хорошего дня приходите еще хорошего дня и ты чувствуешь что это установка у них такая да там пожелать хорошего дня и вот эта фальшь она всегда чувствуется и у даже у нас казалось бы да во всех кофейнях приходите еще но если у меня внутри нет сегодня настроение я не могу человеку хорошего дня через силу пожелать вот не могу да поэтому доброжелательно чтобы у человека все а если на нем будет маска да там то он всегда человек гость который придет нам это всегда распознать что ты не тот за кого себя выдаешь ты в привычной жизни вообще другой человек то я не говорю что там надо с ним общаться знаешь как с другом какие то есть история именно вот из работы в кофейне какие-то которые тебе прям очень сильно запомнились и но это у эрика вот был была история у бариста у нашего у него прикол сердечки рисовать везде он подошли парень с девушкой он сделал кофе а у девочек прикол постоянно заглядывать что у них за рисунок там фоткать ну вот реально это все как бы работает и она открывает стаканчик и там сердечко парень не увидел разворачивается к эрику блин зачем ты глядь и сердечко это только у него было ли ему он тоже сделать за чем ты сердечко сделал подкалываешь он говорит открой играть стаканчик у тебя говорит там тоже он открывает у него там тоже сердечко абсолютно симметично одинаково это как станок уже просто и он расплакался и обнял его и ушли вместе в проемах девушка осталась наоборот не посмеялся видимо уже комичный просто такой случай а так особо ну и вот приятно то что там люди знакомятся у кого-то свадьба кто-то вот к этому сейчас идет и это самое важное ты сказал что персонал он был доброжелательный да а зарплата и доброжелательность это связано или все-таки нет то есть но я пришел к тому что человека за 15 до 10000 вот я об этом мы сен в душе есть это в человеке то она по-любому быть правильно да то есть не обязательно хорошая зарплата гарантия того что человек будет прям добросовестно работать это заблуждение были случаи когда приходилось воле человека нет какой-то поступок я вот у меня примерно два месяца уходила на то чтобы сотрудника найти это прямо очень сложно ну кто-то можно на следующий день найти можно потратить на это два месяца но это самое основополагающее в работе человек то не контактируется с твоими клиентами есть вот скажи никто и твой друг я скажу тебе кто ты вот мне кажется по заведениям тоже может такой вот сделать вот такие человека сотрудники персонала работы аудитория такая будет аудитория и я хозяин тоже можно сделать вывод соответствующий да ну если я возьму там грубо говоря на работу рокера или сюда в барбершоп сюда будут приходить рокеры и вон там на улице стоять и мы с каждым днем и все больше и больше будет я не говорю что рокеры плохо просто как а какая-то даст культуру на выбираешь окружение в каком-то смысле да возьму там скейтера будут возьму баскетболиста будут баскетболисты стать касаемо конкуренции как ты относишься конкуренции и как ты относишься к тому что очень многие особенно на начальном этапе вашим вас копировали ну я на это смотрел как на еще одну возможность создать что-то новое здесь потому что к сожалению но вот только сейчас последние два года осетия сильно осовременилась появилось очень много малого бизнеса и уже что-то прикольное получается да вот место где мы сидим прикольно и кофейни там те же самые обычные продуктовые магазины уже не выглядят как прежде там прикольные ценники маленькие же люди начинают думать и а до того момента я думал просто что у людей отсутствует творческое мышление то есть всегда легче что-то взять и скопировать и сделать куда тяжелее что-то нам придумать и нормально когда они начали открываться абсолютно нормально я всегда говорил хоть вот просто рядом кофейни откроется мы не будем друг другу мешать у него будет мой контингент у меня точнее мой контингент будет друзья у него свой ну и по этой причине ты очень многим помог с открытием запуском ты очень многим принципе подсказал советами я всегда говорил вот кто там собирался открывать делайте какой-то другой формат другую машину просто купить покрасьте и как-нибудь прикольно оформите вот лучше чем вот это сделать и чем у меня тогда нормально будет не то что нормально нормально будет если вы скопируете будет работать а еще лучше будет если что-то новое что еще внимание заберет чтобы ты рассказал про в целом про кофейную культуру то есть людям которые не разбираются в кофе то есть какие бы ты советы дал а там обычный потребитель до гость ему его зачастую вообще не надо погружать вот в это все технологии в зерна там обжарка ему это не интересно он просто приходит в первую очередь не из-за кофе а а за общение за атмосферой большинстве случаев это так бывает опять же сделаешь средний по вкусу кофе но ты обслуживаешь прям как надо к тебе еще раз придет человек если ты парень бариста она девушка ность сто процентов придет среди девушек это особое вообще место кофейня они прям очень любят ходить в них и фоткать волшебство почему ты не знали когда два года все друзья сайкад не два года я работал и друзья блин сколько к вам девочек приходят посмотрите и хороший а у меня вот не поверишь первые два года я вот просто не различал там парень девушка для меня это в первую очередь был гость который он доллар на него был да так на что-то это там там кто-то мог подойти до где девушка какая-нибудь и вот закидан небольшой такой сделать как это симпатию до проявить а мне вообще я вот не обращал на это внимание у меня вот просто чтоб все понравилось там первое время рука дрожала она надевали а еще история смешно это вот есть техника приготовления капучино да ты готовишь его делать рисунок и отдаешь выносишь на стол и там должно быть прям красиво и вот представь не настолько не знали как все это работает и как это делать что мы вот приготовили эспрессо добавили в стакан сбили молоко залили все вот в чашку и спрашиваем гости сколько сахара добавить они говорят одну или две и мы добавляли сахар и все вот это размешивали это прям и как это все закончилось подошла женщина и говорит молодой человек что вы делаете это же капучино зачем вы его размешивать я прям этот день сильно запомнил у меня прям стресс был плюс это не я сделал напарник но я тоже делал просто не моя смена сейчас очень много гурманов большинство людей конечно не разбирается в кофе они приходят за первую очередь за атмосферой но в то же время большинству нравится и качество вашего кофе то есть ты что ты считаешь первостепенным и россии как ты следишь за качеством зерна у нас долгое время одни и те же они не считаются прям знаешь супер какими-то качественными дорогими это просто качественный ширпотреб итальянский но вот он прям бренд который уже давно работает и есть в мыслях поставить вторую кофемолку и предлагать уже еще лучше что-то по вкусу это не будет так нравится скорее всего но по факту это лучше но отличаться по стоимости будет не обучим выражать просто зерна которые обжарили в россии потому что у нас сейчас вообще уровень очень поднимается в россии кофейной культуры и вот прям неплохой к самому напитку как относишься о пользе польза вред здесь фанатизм но я не углублялся в какие-то медицинские я просто знаю что злоупотреблять то чтобы то ни было не надо и все там в день эспрессо выпить чашку достаточно потом уже это я думаю на сердце влиять я сам на себе это испытал когда мы тестировали вкус и я выпил где-то 5 или 6 эспрессо у меня такая тахикардия началась я 22 часа по городу ездил с одним и тем же треком меня вот так вот короче разогнал слово да я два часа с одной и той же песни ездил красные щеки такой вот прям потом лег еле-еле уснул это очень неприятное это самый громкий вот это да в маркетинговый провал ну если кофе поменять туда получится потому что люди привыкли к этому он по факту вкусный хороший кофе да он не такой крутой как в москве обжаривают да там местные обжарщики какие-то российские но по факту он нормальный то есть ты перочит ставишь сервис атмосфера то есть вежливое общение с гостями да абсолютно да и я очень не люблю когда начинают разговаривать там о кофе о вине как о чем-то вот прямо знаешь с таким вот пафос от каким-то кого это кофейный пафос мы там собрали эти зерна оттуда отсюда есть просто вкусно да я вот об этом а также можно говорить о любом продукте как вот знаешь с каким-то этим утончением и пафосом но это все опять же маркетинг чтобы продать да там о вине вот сами ли выходит это чтобы продать тебе ну и человеку приятно это и мне бы было приятно что вынесли бы какой-то кофе крутой и так и вот так и его презентовать это все какие то есть вот четкие установки для борист то есть что нельзя делать или что делать допустим ситуации когда там гостю не понравился кофе он там возмущен то есть есть какие-то критерии там у нас как было вообще это но я думал об этом и думал что это будет работать и на самом деле сработало когда ты только запускаешь там свой бизнес какой-то неважно малый большой к тебе приходит гость 1 1 его визит и ты ему готовишь кофе у нас как было и я не был до конца уверен в том что я делаю и вкусно ли это на самом деле потому что мы как-то раз раз и быстро в этом плане нам повезло что и зерна нам посоветовали правильный человек рядом оказался кто там какие-то основы процентов 30-40 показал и мы мы всегда говорили если у вас какие-то замечания будут по вкусу будем рады выслушать в следующий раз и это было искренне потому что нам интересно была обратная связь дальше что нам скажут и тем самым ты даешь человеку возможность прийти и высказаться если ты ему там что-то невкусно сделал то есть как обычно у нас бывает человек заходит заведение бургер там или что-то попробуйте скажет фу там невкусно я туда больше не пойду ну вот и это все вот как сарафаной до расходится на 5 человек в компании пяти человек сказал вот это заведение плохое и все и дальше это не остановить вот так по людям пошло-поехало а тут и даешь человеку возможность сказать там как вам понравилось нам понравился наш кофе понравить понравилась наша съемка например вот пацаны работают и ты даешь возможность он приходит следующий раз и говорит знаешь да кофе был прикольно но я бы его сделал погорячее и самое главное выстраивать хорошую коммуникацию с гостями и на так он прошел этих выслушать следующий раз дай другом бы проходил и сказал бы мне там холодный прям кофе сделать давай возьмем в другом месте а тут он проходит и при нужен не тогда сказалось еще подойти сказать и он уже уверенно подходит и говорите чуть не так это всегда работает кстати вот машина наверно одна из самых главных опасений когда там машина где-то на улице стоит и не было опасений или не было случаев когда что-то ломали скрывали или еще что-то скрывали один раз но не только наши там продолжалось два месяца по всему городу вскрывали в маньяк какой-то дать и похоже нет не знаю там два пацана работали 16-летний ауешники такие вот 16-17 они короче в 3 часа ночи в 2 часа ночи взламывали фургоны каждый каждую ночь один фургон и вот на счету у меня в голове где-то 4 или 5 фургонов которые не залезли и я думаю блин чё так нам не идут почему они к нам не идут я прям засыпал ночью ты уже с этот со стволом ждешь их где они да ты фургоне засыпал сегодня ночью точно взломают надо поехать там под кору ли и вот в один из таких вечеров я утром просыпаюсь звонит эрик у нас нас греб взломали и прихожу и они забрали там три тысячи у нас три тысячи бывало там сейчас уже стали убирать размерные деньги и одобряешь допустим вот риски большие риски от исти допустим молодой парень и идет во банке кредиты продажа всего идеальный вообще предприниматель бизнесмен это тот который вкладывает не свои деньги и при этом как-то при там прогорелый при этом выходит находит выход как-то из этой ситуации это прям идеальный вариант ну без без чтобы не был аферистом а так ва-банк я же я все таки сторонник того чтобы при минимальных вложениях максимальной доходами там грубо говоря кофейню открыть это вообще прям мало надо она быстро окупается после этого после этого видео кофейня еще откроется руслан дай совет молодым людям которые хотят начать свое дело либо по какой-то причине боятся это сделать ну уверенности больше самое главное верить именно в свое дело в там свои какие-то начинания и все а то там малейшая какая-то неуверенность и не получится но если у человека уже есть какая-то идея он ее вынашивал да там год и вот он уже готов всегда так бывает у меня перед америкой было блин как я туда хочу хочу когда уже билеты на руках ведь а раз какой-то ступор легкий а куда в америку а чего как а я живу дома ну зачем мне сейчас 21 год куда-то лететь и это всегда зачастую чувство бывает чтобы он его не было то есть малейшее сомнение все равно надо вперед делать шаг и как правило самые близкие уже к победе к результату бывает самый сложный да у меня еще знакомый есть он прям ему вот у него очень хорошо работает голова в плане предпринимательства он там знает как чего продать какие-то новшества но ему не хватает уверенности вот прям не хватает не хватает он мне постоянно приходит каждый день меня вот вот эта идея есть вот это вот это я говорю сделаю же что-нибудь вот что тебе ближе начни там малый прям маленький бизнес какой-то там старт пусть будет тридцать сорок тысяч пятьдесят тысяч рублей и вот он не хватает это уверенность входит такой в общем не бояться до верить свою идею и даже если ошибаться то наверное с умом это тоже делать что круто очень интересно опять же подтвердились все то что мы о тебе знали твой подход делу то что ты ценишь людях искренно искренность порядочность ответственность и очень было интересно поговорить очень много узнали поэтому большое спасибо тебе что решил уделить нам время и пришел вам спасибо финальное каким очень концепriем ему а он 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 qug Продолжение следует...